Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заведующий стационарным отделением номер 3 Люберецкой областной больницы Сергей Радаев. Ну, больница, которую все мы называем в народе Красковской, правильно? Да, верно. Сергей, начинаем с самого главного вопроса. Есть ощущение, что мы, ну, если не победили ковид, то вроде бы как, ну, вздохнули немножко. Это так? Дали ему хороший отпор. Дали ему хороший отпор. То есть потихонечку мы выходим из этой ситуации? Да, потихоньку выходим из этой ситуации. И, наверное, что для нас очень важно, население Люберецкого округа, жители, да, могут наконец-то уже получать помощь профильную, да, по узким направлениям, которые, в частности, может оказывать наш стационар. Потому что в период пандемии, в период снижения плановой госпитализации на фоне эпидообстановки, на фоне того, что наши узкопрофильные отделения работали под нужные коронавирусные инфекции, да, так сказать, жители Люберецкого округа получали помощь в довольно-таки отдаленных больницах, да, в Московской области по профилям или ее вообще не получали. Ну, то есть, грубо говоря, Красковская больница была больницей перепрофилированной под необходимость лечения от пандемии. Да, длительно, то есть почти два года сотрудники и стационар функционировал под нужды коронавирусной инфекции, да, и были небольшие, так скажем, светлые окна, когда стационар перепрофилировался, там, буквально на месяц-полтора, но с момента начала пандемии, да, это был 15 мая 2020 года, когда после полного капитального ремонта, да, благодаря нашей руководству, нашего Люберецкой больницы, после дооснащения стационар в полную серу не работал вообще. И вот теперь сейчас должно наступить время, когда наконец-то это произойдет. Да, да, мы очень рады, особенно рады врачи узких специальностей, это хирургического профиля, да, там у нас оперирующие урологи, гинекологи, хирурги, очень команда молодых, так скажем, потенциально хороших, да, специалистов, да, с развитием на будущее, которые уже, ну, как вот, неправильно сказать, да, руки чешутся, уже наконец-то заняться. Ну, мы о том, что руки чешутся, поговорим о второй части, почему, потому что важно, как, чем оснащена больница, какие новшества, как вы видите ее развитие и так далее, тем более, что скажу, что Сергей Витальевич еще занимается тем, что сам лично дежурит, как врач на приеме, или как это правильно называется? В приемном покое, по экстренной госпитализации, да. Я у него спрашиваю, зачем вы это делаете? Ну, вы же начальник. Я понимаю, просто я довольно-таки еще доктор молодой, и, ну, если так можно сказать, да, не совсем наработался, да, то есть для того, чтобы можно было спокойно. На земле, что называется. Да, чтобы сесть в кресло, да, там, заварить чашку кофе и заниматься бумажной работой, поэтому как-то назначение меня на должность руководителя при всем было для меня довольно-таки неожиданным, и, то есть очень приходилось быстро переориентироваться, да, на немного другой профиль административной работы, вот, но работа в приемном покое, да, так скажем, на передовой, потому что я считаю, что любой стационар, любая больница, она всегда начинается с приемного отделения, да, и заканчивается отделением реанимации, то есть это непосредственно сортировка, это экстренные пациенты, это сжатые сроки, это обследование. Это вообще картина, да, которая вот постковидный период, сезонные, да, какие-то вещи, и просто человеческие какие-то конкретные истории, вы это можете увидеть прямо на входе в больницу. Да, потому что ситуация, на самом деле, я бы сказал, страшная, потому что пандемия, она внесла, несомненно, свои коррективы, потому что пациенты, особенно пожилые, да, которые в связи с различными эпидоограничениями, да, по поводу там выхода... Были оторваны просто. Оторваны, да, как и поликлинических звеньев, да, так и от стационарной помощи от планов, и сейчас очень много пациентов, которые там последние обследования были, там, 19-20 год, не потому что они не хотят, или не потому что поликлиника не хочет оказывать помощь, но вот такие обстоятельства были в стране. Ну вот вернемся к этим обстоятельствам, по-прежнему, вот, как мне не дает покоя, да, тема пандемии, мы же прекрасно помним, что все врачи вдруг внезапно вынуждены были стать, там, двирусологами, или уж я не знаю, как это правильно назвать, инфекционистами. Да, инфекционистами, то есть сейчас это уже даже вспоминается, как, знаете, какой-то такой, ну, битва, которую мы вели все вместе, каждый на своем боевом посту, потому что здесь у нас было очень много врачей, говорили мы и в том числе о, когда еще все начиналось, и никто не знал, чем это может завершиться, было ощущение, что, может быть, это уже навсегда будет хуже, хуже, хуже и так далее. Но сейчас уже это время прошло. И скажите, вот даже в такой ситуации, ну, какие-то плюсы и какие-то, ну, дополнительные возможности получили врачи, которые не профильно, но столкнулись с этой историей? Несомненно, получили, потому что, повторюсь, да, в нашем стационаре где-то 50% отделений все-таки хирургического профиля, да, и им приходилось работать с все-таки больше терапевтическим профилем, да, как коронавирус, инфекции, это поражение легочной ткани, то есть это больше, то есть терапевтам и кардиологам, или вообще врачам терапевтической специальности в борьбу с пандемией было вступать легче. А врачам хирургического профиля немного сложнее, ввиду того, что, ну, перепрофилироваться, да, ввиду того, что все-таки они, ну, при всем профессионализме больше привыкли работать руками. То есть, а здесь нужно отследить анализы, да, назначить лечение, посмотреть, как будет лабораторная динамика, где-то больного нужно послушать, где-то нужно потрогать. И, несомненно, после выхода из пандемии врачи хирургического профиля имеют и приобрели, так скажем, бесценный опыт, то есть они взглянули на... Вторая, можно сказать, специальность. Да, то есть они взглянули на пациентов не как больше пациент поступил, прооперировали, выписали, а как уже с точки зрения терапевтов. Ну, да, тут же еще в народе всегда ходит, да, такая история, что хирург – это все-таки человек, который настроен на то, чтобы скорее что-нибудь вырезать, или как, по крайней мере, на операцию. А тут, вроде как, уже у него есть элементы терапевтические. Да, 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 абсолютно верно. Хорошо. Еще один вопрос. Коллектив, который работал вот в этот период, я так понимаю, что это же был вызов, да, вызов не только каждому человеку, но и прежде всего вызов врачам. Да. Как справились? Коллектив сплотился, кто-то ушел, кто-то не выдержал. Как проходил вот этот период? Ну, большая часть коллектива все-таки осталась, то есть основной костяк заведующих отделением врачей, который был в Люберецкой областной больнице, в частности, в третьем стационаре допрофилированного, также остался. Но в период пандемии мы, так скажем, обрели хороших соратников, да, в виде врачей, боевых подруг, да, в виде медицинских сестер. У нас там и санитары, те, которые работали у нас в период пандемии, также остались в нашем стационаре. То есть у нас очень усилилось, я считаю, отделение реанимации в плане того, что и врачебный состав, и руководство отделения поменялось. Вот. Приемное отделение тоже, так скажем, приобрело определенных качественных сотрудников, я считаю. Вот. То есть из этого, несмотря на все негативные последствия пандемии, да, это потери, да, какие-то среди не только мирного населения, но и родственников, и врачебного персонала, да, к сожалению, такие случаи тоже бывали. Но мы, это нас сплотило, это нас усилило, и я считаю, что сейчас команда, она довольно-таки молодая, перспективная, и, то есть, ну, глаза горят. Ну, глаза горят, да, мы вот об этом будем говорить во второй части. Еще такой вопрос. Сама по себе система вот этого перепрофилирования, да, когда это не только городского округа Люберцы касалось, но и всей страны, и Москвы, и других городов, и поменьше, и побольше. Как вы оцениваете, все-таки нам удалось так, скажем так, быстрее подойти к некоему финалу, благодаря тому, что все-таки быстро сориентировалась сама медицинская система? Была ли она готова вот к такому вызову, потому что разные есть подходы к этому? Я считаю, что мы, наверное, нисколько не были готовы, мы не ожидали, что будут такие масштабы, но при всем при этом, начиная от, так скажем, руководящего состава Министерства здравоохранения до областных администраторов, до руководящих должностей больницы, то есть все было сработано довольно-таки четко, оперативно, и каких-то заминок даже в период, когда просто мест не хватало, то есть все равно население все равно получало помощь, то есть все было работано оперативно, то есть мы обеспечивали достаточно необходимую выписку именно тем пациентам, которые уже не нуждаются в госпитализации, для того, чтобы мы могли постоянно 24 на 7 обеспечить поступление новых больных, то есть, грубо говоря, чтобы не закрываться. Потому что такая ситуация, то есть нет здесь такого, мы закрылись, там у нас нет места. Можно сказать, что мы стали гибче, да? Система гибче стала. Мы научились работать, во-первых, шире, мы научились думать о более широком масштабе, и мы, ну да, то есть мы начали думать и работать довольно-таки гибко, потому что все-таки такой наплыв пациентов, он требует, во-первых, организаторских способностей, да, что-то может произвести, да, естественно, что куда кого. То есть это опыт, я считаю, он бесценен для всех. То есть, правильно я понимаю, завершая тему пандемии, что мы на сегодняшний день, мы и я, подразумеваю, естественно, медицинские коллективы, вообще систему медицины в городском округе Люберцем, мы готовы сегодня к каким-то вызовам, ну, кто знает, вдруг через какое-то время опять вирус какой-нибудь появится. Мы готовы. То есть сейчас уже будет все по-другому. Да, надеемся, что такого не будет, но мы готовы. То есть мы, у нас были периоды, да, как я уже говорил, когда мы перепрофилировались, так скажем, в чистый стационар, да, и буквально там мы могли полностью развернуться и начать работу, ну, в течение, там, двух дней. То есть это полностью перепрофилировать стационар, администрация больницы обеспечила у нас необходимыми средствами индивидуальной защиты, там, питание, лекарственные компоненты. То есть мы, ну, развертывались буквально в считанные сутки и были готовы к приему. Вот. И в дальнейшем мы можем сделать так же, а даже лучше, но, надеюсь, этого нам не предвидится. Ну, и завершая первую тему, которую мы посвятили Красковской больнице как такому центру борьбы с пандемией в городском округе Люберцы, о врачах, как все-таки чувствовали ли врачи, ну, помимо некоего отношения людей, да, некая финансовая помощь, как это все работало, все ли все получили, что было обещано государством. Да, то есть на самом деле в период пандемии, да, опять же, при всем ее негативных последствиях в плане каких-то поддержек со стороны государства и Министерства здравоохранения для врачебного состава ощущалось очень сильно, да, то есть это выплаты федерального, да, то есть это все получалось, все было, все было, все было, без задержек, мы каких-то там, ну, так скажем, недоплада или каких-то там моментов, ну, не ощутили на себе, все было, поддержка была для врачей, для сестер и для санитаров, как бы это... И я так понимаю, что вот когда стало понятно, что все-таки мы не просто, да, работаем там с утра до вечера 24 на 7, но мы чувствуем поддержку не только жителей, но и поддержку, скажем, со стороны государства, и тогда, наверное, все-таки отток... Ну, понятно, что если человек не выдерживает просто физически, не видит, он уходит, а благодаря этим мерам все-таки оттока не произошло ни врачей, ни специалистов, серьезного. Серьезного не произошло, единственная какая проблема есть, вот больше, наверное, видно именно административным составом в том, что все-таки есть такой момент, когда сотрудники, приходящие именно, да, на помощь, на время перепрофилирования, первоочередной задачей, так скажем, ставят для себя больше финансовую выгоду, чем конкретную работу, конкретную помощь, вот. Но такие случаи единичные, ну, это, конечно, ситуация не совсем хорошая. К сожалению, так человек устроен, так что такое бывает. Да. Сейчас сделаем небольшую паузу во второй части и поговорим, что же теперь мы будем ждать от фактически новой, отремонтированной Красковской больницы, какое оборудование, какие люди, какие специалисты, как это все будет работать, надеюсь, уже в условиях, когда пандемия в ближайшее время к нам не заглянет. Сергей Радаев у нас в студии, заведующий стационарным отделением номер 3 Люберецкой областной больницы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня говорим о медицине, о том, как мы теперь будем жить после пандемии, и в частности, как будет работать Красковская больница, которую вы все хорошо знаете. Сергей Радаев, заведующий стационарным отделением номер 3 Люберецкой областной больницы, так она называется официально, находится у нас в студии. В первой части говорили о пандемии, еще отголоски будут, и наверняка часто еще будем эту тему поднимать. Еще долго. Да, в других беседах и так далее. Но теперь поговорим. Вот до еще начала пандемии вы сказали, что больница была отремонтирована. Что такое ремонт? В чем была проблема? Расскажите. Ну, там на самом деле можно сказать, что заменили 90% больницы, потому что буквально было за короткие сроки вся больница. Ну, так сказать, до кирпичей раздета. Было проведено перепрофилирование и, так скажем, полный, то есть и косметический ремонт, да, и перепланировка. Да, и с нуля. То есть полностью больница была отремонтирована. Вот. И для того, чтобы, так скажем, были подведены во все отделения кислородные точки, да, опять же, для больниц с коронавирусной инфекцией было закуплено оборудование, да, там, начиная от аппаратов УЗИ, там, рентген у нас установили, КТ-аппарат, да, и, соответственно, мы вот, так скажем, в полный, в чистый и укомплектованный больницы начинали свою работу. То есть фактически она вот для своего, назовем так, региона, где она размещается, она довольно автономна по количеству оборудования, по количеству палат и так далее. Ну, да, и вообще, можно сказать даже, что Люберецкая больница, она в этом плане уникальна, потому что округ большой, у нас там в распоряжении, да, так скажем, Люберецкой областной больницы и там порядка 15 поликлинических отделений, три стационара, и, то есть, помощь оказывается по всем направлениям, то есть начиная от сосудистой, да, там, хирургии, ну, в плане там стентирования, да, и по всем направлениям хирургическим и терапевтическим. Хорошо, вот когда этот ремонт происходил, из чего исходили? Исходили, ну, понятно, из нового состояния, там, из какого-то оборудования, которое все равно, наверное, ну, есть такое слово, где-то надо, может быть, было выбивать, где-то оно приходило согласно планам, что-то, может быть, надо было дозакупать. Вот, как это строилось по отношению к возможным пациентам? Были ли расчеты, если не брать пандемию, да, на какое количество людей она рассчитана? Ну, естественно, были работы проведены по увеличению коечного фонда, это увеличение и расширение реанимационного отделения, это увеличение и количества операционных, потому что, несмотря на то, что мы, как многопрофильный стационар в период пандемии, больным с коронавирусной инфекцией оказывали специализированную помощь, то есть мы проводили операции, гинекологи также оперировали, урологи, хирурги, правда, конечно, количество оперативной активности было меньше, вот, то есть вот именно с учетом этих потребностей и стационар был перепрофилирован. И, то есть, во-первых, это удобное расположение, это прямые коридоры, без каких-то там поворотов для того, чтобы можно было больного из приемного отделения непосредственно доставить на компьютерную томограмму, то есть все было соблюдено, то есть все так, как надо, так было и дело. А кто вот это все рассчитывал, кто работал над этим проектом новой больницы фактически? Это как-то рассчитывалось с кем-то? Ну, естественно, то есть это согласовывалось. То есть был план какой-то, я так понимаю, схема и так далее. Ну, понятно, хорошо. Идем дальше. Оборудование обсудили, теперь давайте поговорим о коллективе. Самый такой, наверное, сложный. С одной стороны вопрос, с другой стороны, конечно, вы сами сказали, что люди вышли из пандемии, я имею в виду, профессионально уже объединенные. Понятно, что кто-то уехал по разным причинам, кто-то, может быть, добавится, но все равно, ведь любому жителю того или иного места, где находится больница или поликлиника, тоже такой момент еще важный, который мы обсудим, ему очень хочется, чтобы у него были специалисты высокого уровня. И как бы там чего ни происходило, есть еще такое сарафанное радио. Вот я к этой пойду, к этому терапевту, а к этой не пойду. Вот как вы, как руководитель, на сегодняшний день оцениваете, на сколько процентов ваш коллектив собран, и как вы ведете мониторинг вот этого отношения людей к каждому конкретному врачу? Ну, вообще коллектив у нас собран, да, то есть у нас все отделения укомплектованы, и на данный момент, как я считаю, что проблема состоит в том, что, вы правильно сказали, каждый житель, да, Люберецкого округа, он должен быть обеспечен, во-первых, качественной, доступной и многопрофильной медицинской помощью. Вот. Ввиду пандемии, да, как мы уже говорили, которая несла свои коррективы, с учетом того, что стационар длительно не работал для, так скажем, чистых пациентов, да, если это можно так сказать, население, все-таки либо кто-то подзабыл, либо за этот период пандемии в Люберецкий округ, да, там какие-то новые жители у нас появились, они не осведомлены о том, что есть такой стационар, какие виды помощи, какие возможности, какие виды помощи оказывают, да, у нас, так скажем, скажу, у нас есть гинекологическое отделение, да, хирургическое и урологическое отделение, которые помимо, то есть они оперирующие отделения, у нас есть отделение офтальмологическое, там проводятся тоже операции, у нас есть отделение неврологии, отделение кардиологии, у нас есть отделение хирургии, терапии, есть отделение кишечной инфекции, и вот буквально до Нового года, так скажем, благодаря слаженной, так скажем, работе главного врача Люберецкой больницы Дмитрия Павловича Семенцова, да, были, на базе нашего стационара был организован диализный центр, то есть у нас есть аппаратура, да, у нас есть сотрудники, вот, у нас, то есть отделение лицензировано, да, и в скором времени, как жители и Люберецкого округа, так и жители ближайшего Подмосковья могут у нас получать помощь, ну, диализ, то есть мы можем проводить на базе нашего стационара. То есть, я сейчас просто немножко прорезюмирую, на сегодняшний день фактически такой, почти полноценный комплекс необходимых услуг, что называется, человеку не нужно ехать куда-то далеко, да, условно говоря, в Москву, например, он вполне может получить очень много, получить помощи, да, от конкретно от Красковской больницы. Самое главное – качественная помощь. Качественная. То есть вы как бы отвечаете за тех специалистов, которые работают. Несомненно. И даже мы оказываем помощь поликлиническим амбулаторным зазвениям в каком плане? Мы с недавнего момента наших профильных специалистов, узкопрофильных, да, там у нас есть очень грамотный хирург-онколог, коллапрактолог, наши врачи-хирурги, наши врачи-кардиологи, врачи урологического профиля. Мы их отправляем в амбулаторные звенья, так скажем, где они ведут прием, и непосредственно пациентов не то что призывают, да, а определяют показания для плановой госпитализации, потому что все-таки есть пациенты, которые что-то длительно беспокоили, ну, ведут, так скажем, позабили, не обращались, ждали, да. А тут как бы они дождались, и наша сейчас основная цель – донести до населения, что мы можем, как мы можем, и привлечь их к нам на госпитализацию с целью именно оказания им помощи. Прямо говоря, вам нужна такая глобальная реклама, чтобы люди понимали, что пандемия закончилась, что Красковская больница уже существует как больница в полном объеме этого слова. Да, как бы это коммерчески не звучало, да, слово реклама, ну, по факту так и есть. То есть привлечение населения, чтобы население знало, что им не нужно никуда ехать, там, никуда бежать. А что вы для этого будете делать, чтобы привлечь? Как вы собираетесь о себе рассказывать? Ну, во-первых, сегодня. Во-вторых, сегодня, да. Во-вторых, всем нашим узкопрофильным специалистам мы, так скажем, на базе наших социальных сетей, Люберецкой больницы, на базе соцсетей Люберецкого округа создаем, ну, что-то типа короткой сводки, да, где есть непосредственно лицо врача, да, то есть пациент должен знать, к кому он идет, информация о нем, что он может, о враче, что он может, какие виды помощи он может оказывать и, соответственно, где он ведет прием. То есть куда могут пациенты к нему записаться, попасть именно к этому врачу. Также со следующей недели мы запускаем, так скажем, серию небольших видеороликов, также через соцсети, где врачи узких специальностей будут рассказывать о проблемах. Ну, допустим, грубо говоря, про мочекаменная болезнь, да? То есть теледоктор, так как? Да, теледоктор. То есть он будет рассказывать о проблеме, о, так скажем, профилактике, о видах симптомов, да, симптомах о медикаментозном и о хирургическом, так скажем, оперативном воздействии на эту проблему. И, соответственно, пациенты его видят, то есть они к нему прислушиваются, и они знают, что вот этот специалист есть в Терецком округе, он есть, он работает, и конкретно можно спокойно записаться, да, к нему, госпитализироваться, и вот именно этот доктор проведет там то или иное воздействие на него, да? Хорошо. Медикаментозное или оперативное. Вот в свете этого такого вашего выхода, что называется, на пользователей, выхода на будущих пациентов, возникает такой вопрос. И он существует все время, уже давно, что как-то люди в больницу идут в последнюю очередь, да, и потом они же еще должны пройти поликлинику. Многие стараются поликлинику обойти, попасть сразу к специалисту, который непосредственно этим занимается. Это так? К сожалению, приверженность населения именно к поликлиническим, да, потому что звеньям она, ну, довольно-таки низкая. Это, наверное, связано еще с какими-то там отголосками, там, 15-летней давности, когда нужно было прийти, там, отстоять в регистратуру, там, получить карту, ждать там один-два часа в очереди, кто-то там придет в твою очередь, прошмыгнет. И вот у людей в голове вот это еще сидит, да, то есть они поэтому и не хотят, они предпочитают либо перетерпеть, либо обратиться в какую-то частную, да, контору, которая оказывает медицинскую помощь, но это не всегда, во-первых, это не всегда качественно. То есть платная медицина – это не всегда залог успеха, и никто не говорит, что вам там 100% помогут, там, в государственном учреждении всегда пути плохо. Ну, хороший врач, он везде лечит, и в платной, и в бесплатной, где лечит одинаково. Абсолютно верно, поэтому сейчас активно в этом плане ведется работа, и сейчас записаться к врачу есть свои трудности, да, но не с тем, что там поликлиническое звено плохо работает, а в связи с тем, что пандемия закончила, и наплыв пациентов большой. Конечно, да, в связи с этим. Пока это все устоится. Да, ну, очень большой шаг вперед есть, это однозначно 100%. Думаете ли вы о привлечении новых специалистов, молодежи, которые выпускаются из... И, кстати, где вы их ищете? Есть какой-то некий медицинский рынок, как это происходит? Ну, во-первых, есть, так скажем, всем известные сайты вакансий, да, так скажем, банк вакансий, куда больница размещает необходимые требования к сотруднику, плюс также Министерство здравоохранения помогает вообще специалистам, в частности, молодым специалистам в трудоустройстве, то есть Министерство предоставляет нам вакансии, то есть они постоянно интересуются, звонили ли мы кандидату, нужен он нам, подходит ли он, не подходит ли он, если не подходит, почему он не подходит. И тем самым мы ведем отбор кандидатов, если они нас устраивают, соответственно, они с нами работают. Ну и последний вопрос, который у нас, мы завершаем уже нашу вам программу, рассказом Красковской больницы. Это вопросы медикаментозного обеспечения, ну, которые там входят у нас в пул, так, обязательного и так далее. То, что тоже у многих людей всегда такое ощущение, что даже если ты чуть-чуть, ну, не самая там страшная болезнь, маленькая какая-то операция, то ты должен купить все с собой, а как мы знаем, медикаменты – это вечно растущие, дорогостоящие закупки. Как у вас с этим делается? На самом деле, жизненно важные не медикаменты, все, которые необходимы и для оперативного. По закону. Да, то есть это все имеется. Плюс даже есть и больше, чем надо, да, потому что все-таки оказывается различная и поддержка, да, стационаром, и помощь в плане предоставления лекарственных препаратов. Но население, в принципе, может быть уверено, что все, что им необходимо, начиная от таблетки, заканчивая капельницей, заканчивая там медицинской помощью, какой-то там оперативной, то есть они все это получат. Это все есть. Понятно. Звучит очень оптимистично. Так что, если вы не в курсе, уважаемые жители, которые недалеко от Красковской больницы находятся, давайте пробуйте, потом нам расскажете, как это действительно все работает. Обратная связь. Да, обратная связь, на самом деле, она нам очень важна. То есть мы хотим совершенствоваться вместе с пациентами, это однозначно. То есть даже если, так скажем, устроить небольшую экскурсию по нашему стационару, в каждой палате, на каждом посту, на каких-то информационных стендах вывесена информация, что если вам не устраивает, или есть какие-то вопросы по оказанию помощи медицинской сестры и санитары, не понравилась пища, пожалуйста, звоните. То есть по звонку я могу подойти в палату конкретно, где находятся пациенты, и на месте разобраться. Вот так работает Сергей Витальевич Радаев, заведующий стационарным отделением номер 3 Люберецкой областной больницы, Коросковской больницы. Мы желаем вам удачи. И давайте, наверное, может быть, через полгодика приходите к нам снова, расскажете, когда уже, надеюсь, все войдет в какую-то систему. Да, и, надеюсь, расскажем о наших планах, которые мы осуществили, и, может, будет что. Какие-то новые еще планы. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». Еще раз напомню, что в гостях у нас был Сергей Радаев, заведующий стационарным отделением номер 3 Люберецкой областной больницы. С вами был Николай Пимненко. Не болейте. До свидания.